И снова здравствуйте. Мы продолжаем играть в Long Dark, проходить испытания. Продолжим с испытания добычи, часть первая. Соответственно, раз это добыча часть первая, то рано или поздно будет часть вторая. Я уже попробовал в него поиграть. Погиб. Хотя я довольно далеко ушел на самом деле. Просто мне не повезло. Я забыл. Вот начинается испытание с нападения спорта, медведя, в котором мы пострадали всю дорогу. Но не избежать этого нельзя. Соответственно, испытание начинается с того, что у нас остается есть непосредственное здоровье, потрепанная одежда и серьезная рана. Ну, по крайней мере, нам не дадут умереть от потери крови. На этот случай припасян единственный бит, перевязанный махом. А еще у нас с самого начала минимальная усталость. Вот, блядь, в мостле вот эти. Так, все, мы живы. Бит у нас-то сразу не нападет. Нужно немножко собрать колесики, металлические контейнеры, спички. Спички-то хорошо, каждый раз было что-то бесполезное. Да, да. Пички всегда одно и то же. Нет, не всегда. Вот раз он пустой. Это плохо. Да. Так, сфотельные ракеты. Пять штук. Много еды. Вот это хорошо. По крайней мере, этот пестрец всегда есть. Иначе от него вообще никак не избавится. Даже ненадолго. А он агрессивный. Нож. О, нож это хорошо. Нож не пригодится. Хоть воды немного дали. Потом я придется здесь по-любому спать вначале. А вот пышки, а вот птички что? О, уборивающие. Все. Плохо. Опять мы видим, сталкиваться не стоит. Он почти сразу убивает. А может так получится, что сбежать будет некуда. Так, в сушилке у нас есть что-нибудь? У нас кит. Арктирное. Солета-пукайка. Не самая лучшая ельда, на самом деле. Термобильда тоже не самая лучшая. Но нам не выбирать. Все, что у нас есть, это кеды, от которых толка нет. Наши носки-то лучше. Термобилье тоже лучше. Шапка есть. Лыжная, обычно лучше. Это больше бонус тепло. Уфайка вместо тонкого свитера. Не, я тут заступил, мне больше пригодится по-будрою, по крайней мере. Дом, конечно, и так пойдет. Остальное можно разобрать на тряпке. Вообще, надо сейчас спать. Иначе мы убрем от переутомления. Ну, это, конечно, долгий процесс. От переутомления умираешь долго. Реально. Я не рассчитывал, что пройду это испытание с первого раза, но все шло довольно хорошо. До момента, как я не передарядился сначала, потом оказалось, что я забыл бинты. Раз, я сделаю специальности бинты, даже если у меня не будет антисептика. Медведь тут агрессивный, да. Жесткий. Спим, 6 часов. А днем пойдем, тут недалеко есть домик. Спустимся на канатах, и как раз в нем подождем некоторое время. Там будет теплее, лучше, чуть ближе. Точки, которые нам нужно. Нам нужно на загадочное озеро. А в домик охотника. Точнее, живодера. Это охотник, по сути. У нас есть факел. Слайер, который от медведя почти не защитит. Но он не даст медведю подойти к нам слишком близко, если повезет. Не знаю, как это работает. В общем, если дожить в этот факел, дверь к нам не будет подходить. Но если подойдет достаточно близко, он просто побежит и атакует. Он будет все равно. Я слышу шаги. Скорее всего, он. Так, лом. Лом, это хорошо. Сардины. Тоже хорошо. Все хорошо. Главное сейчас идти быстрее к канату. Тудейджи не умеет спускаться по канатам. Тудейджи должен идти в обход. Но на самом деле все не так просто. Разработчики сделали так, что Тудейджи просто телепортирует. Тут даже можно будет увидеть. Ну, навряд ли удастся, конечно. Потому что иногда можно увидеть, как он телепортируется на место другой, прям перед тобой. Не знаю, почему это происходит. В идее он может телепортироваться, когда мы слишком далеко от него уходим. Ну и когда мы переходим на другие локации, тоже это должно работать. Олень. Олень, я не боюсь. Странно, что олень вообще никак не сопротивляет. Не стреляешь их. Из лука стреляешь. Они вообще все равно. Против полков они ничего не делают. Могли бы хотя бы рогами отбиваться. Но нет. Ты мне будучи раненными, а линжи должен хоть как не сопротивляться. Пытаться на меня напасть. Но нет. Но абсолютно все равно. Так, надо попытаться разобрести костер. В прошлый раз он очень плохо разводил костер. Ладно, давайте зайдем внутрь, потому что труд у нас только газет. А газету отрадить не хочу. Лучше разобрать ее. Пользы будет больше. Так, тут прохладно. Кошмотки плохие. Топора нам не дали, зато дали нож. Что раз вообще ни того, ни другого не было. Так, я принялась забыть уже. Пытаться выжить. Пытаться выжить вещи получше. В этом домике мы поспим ночь. А вон и медведь бродит. Он уже здесь. Хотя мы оставили его сверху. Он бродил там. И как-то попал сюда. Телепортация раздражает на самом деле. Но все-таки он не появляется там, куда ему пойти, и нельзя попасть. Давай. Сейчас в первого раза разойдешь. Потому что нам спички выпали. Потому что средних источников светов нет. Не знаю. По идее медведь не должен сюда заходить. Мало того, что тут костер горит. Хотя он его и не боится. Тут также перегородки. Воды нам, скорее всего, хватит до конца. Не знаю, зачем я ее постоянно беру. Просто так приятнее. Может, я вообще что-нибудь не нашел. Я тут не сказать-то особо нигде. Ладно, бросай. Так, что у нас с едой? Собираем ткань. Попробуем что-нибудь починить, пока ночь не настает. А потом будем спать. По максимуму. Кажется, так еще не смысла вообще нет. Я их, наверное, даже выброшу или разберу. Если надо какую-нибудь более хорошую обувку, разберу эти. И потом починю с помощью ткани. Точнее, не ткани, а кожи. Шанс. Единственное... Ладно. Ничего. В общем, мы успели все починить. И наступает ночь. Надо попить воды, а то вода без боже не начнет умирать. Даже съем ровных консервов и сардин. Кстати, сардинами, по-моему, шанс отравиться больше, чем другой едой. Мне так кажется. Он, на самом деле, довольно маленький. У сардинами все равно шанс какой-то побольше. Я им чаще всего отравился. Не, ну, конечно, самый большой шанс отравиться это... Нежареное мясо. Или... Водой, которую... Только растопило, не это... Не очистил никак. Это логично. Хотя там тоже можно как-нибудь... Какой-то шанс есть, что ты не отравишься. Не стопроцентное, в общем. Так. У нас есть мешок еще. Спальный. Лишний. Который можно будет разобрать на ткани. Вес меньше 15 килограмм. Значит, даже если сильно устанем... Бегать сможем. Это тут медведь. Я его уже слышал. По-моему, все время здесь где-то. Это олень. А вон и медведь. И он уже бежит. Падла. Как что он не бесит. Надо перезарядиться. И бежать. Там есть куда бежать. Ой-ой-ой. Я слышал бы... Я слышал бы... Крик. Виск. Не знаю. О, он встал. Нет, он бежит. Потерял меня из-за виду. Остановился. Сейчас опять бежит. Ну, ладно, он на меня не нападает пока. Если бы побежит на меня, то, пожалуй, сразу возьму пистолет. Волки. Будет бежать вон до туда. Так. Сейчас он не идет. Поколение, не пугайте мне это. Он нас потерял ненадолго. Это хорошо очень. Не дойти до... Так, ладонька. Точнее, до барака. Не знаю. Так и не прочитал, как раз называется. Как бы надо идти от чекпоинта к чекпоинту, по сути. Даже без карты можно понять, как идти, конечно, но... Хотел бы иметь карту. Почему в этой грязнике карта? Даже... Примерный. Даже самодельник. Вот он. Вот он бежит. Где-то он потерялся, но так долго. И тут взял сразу такой. Оресты. Но он... Не успеет до меня дойти. Не было так холодно в моей жизни. Говорит, переохлаждение. Так, залезем в трактор, посмотрим, что тут есть. Лимонад. Что это за звук? Он что, близко, что ли? Надо заходим внутрь. В тракторе был только Лимонад. Серьезно. Никогда нет этого. Всегда хочешь сюда прийти и найти фонарь. Аварийный. А его нет. Ни разу не видит здесь фонаря. И все время, надеюсь. Хорошо, что все-таки спички есть. Что бы флайер не пришлось. Перед темно-пеской. Еще один простотер. Плохой, правда. На который у нас я не смотрел. Насколько прочный. В машине, если чем, можно будет отогреться, то, чтобы пришло. Снаружи минус. Спички градуса не повышают, конечно. Так холодно. Прямо почки появилось. Да, да. Холодно, холодно. Рассвать все. Ну, умрешь ты. По спине. И опять будет плюс. О, пуховик. Пуховик, это хорошо. И самое лучшее, что могло быть. Лучше, конечно, походную парку. Вообще, самая лучшая вещь, которую при этом надо создавать самому. Шапка. Снова. У нас уже вроде есть. Это, блин. Привычная. Но не стопроцентная. Ещё еда. Кишки. Ничемные кишки. Надо было оставить. Ладно. Серьёзно, зачем мы кишки? Я не собираюсь ничего делать. Так, блин. Сартины. Так, ещё древесина. Древесина всё будет на растопку. Чем они неправда? Вдруг ещё пригодятся. Вдруг я отравлюсь вместо того не сил. Будет, конечно, печально. Но ничего не поделось. Если такое произойдёт. Сейчас как бы день. По сути... Либо весь день тут ждать. Либо идти прямо сейчас. То есть пошли вы ткань тратить на... Обычные рабочие ботинки. Вот только с помощью кожи сушатого чиниться. А на какие-то кроссовки я ещё должен ткань тратить? Ну уж нет. Я лучше починив всё, что смогу. Он только не лажал. Шанс же 80%. Да, не 100%, конечно. Так, кстати. Зачем его... У него... У него же есть пуховик. Зачем я починил жилет? Теперь его разбираем. По крайней мере, не в минус. Где вот плюс одна ткань будет. Но это было очень зря. Так, теперь плюс 3 уже градуса. Как быстро... Насколько же быстрее холод стал уходить. Как быстрее он стал греться. Даже вот заметно. Шапку починим. Нет, откуда у меня столько ткани? Я же вроде не разбирал мешок ещё. Так. Пьём сок. Лимонад, блин. Просто я вижу виноградный. Логично, что виноградный значит сок. Почему лимонад? Ну, надо будет один лом убрать. Мне не нужно два лома. Самый плохой. Так, что ещё можно убрать? У меня есть нож, топора нет. Это плохо. Пешки надо убрать. Кожу, наверное, не стоит оставить. Казеты сейчас сделаем труд. Просто если сейчас спать... То спать долго. А если идти, то это опасно. Так, у меня есть три повязки. Но нет антисептика. Значит, давай. Если на меня нападет медведь, я буду заражён. Буду делать смысл. Но нет, ничего тоже нет. Спим. Сколько сможем. Сейчас поспим, потом посмотрим. Может, конечно, на ночь можно будет куда-нибудь отправиться. Но, правда, никуда так-то. Тут вблизи нет больше домиков. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я не уверен. Если мы пойдём правильным путём, то домиков больше не будет. Главное, не попасть куда-нибудь не в то место. Надо будет сейчас просто идти прямо. Потом повернуть направо. Лежа к концу. Ладно, спим, 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 спим. Точнее, ждём пока. Потом будем спать. Лучший способ переждать какое-то определённое время это сначала ждать и потом спать. И усталость и голод уходят. Просто так. Ничего ведь не произошло. Обувь уже разрушена. Что весит кроссовки? 0,50. А ткань... Ой, а кожа весит 0,10. Разбираем тогда. Хотя бы немного веса усваиваем. Окей. Сведем корм для собак и попьём. Корм для собак немножко добавляет жажды. Ну, прям очень немножко. Так. Ну, на самом деле, надо ещё часов где-то подождать и потом 5 часов поспать. Или 6. Скорее всего, правда, всё равно проснётся. Прицельно так не поспишь. Но только не бури. Это не похоже на бури, это похоже на туман. Потому что бури обычно соответствующий звук. Да, похоже на туман. Угу, уже прошёл. Всё ещё просто едим. Просто идём. И просто идём. Плохо, что всего один флайер. Отпугивать на двери флайером можно. Так, где выход-то? Вот он не здесь вообще. Не здесь, значит здесь. Но это не помогает. То есть, флайер не даёт ему к тебе подойти. Но медведь не уходит. А этот медведь, он вообще ни от чего не уходит. Даже если всадить ему от сигнального пистолета патрон прям в голову, он побегает, побегает, потом опять вернётся. Одна я не помню. Как тебе дорога-то? Видите, там. Вон я вижу переход сюда. Но он меня не оставит. Ой-ёй-ёй, он побежит на меня прямо. Если он встал на дыбы, значит всё. Значит от него уже не сбежать. Хотя можно было попытаться добежать до машины, а думаю, я бы не успел. Слишком близко был в ныне. Мы поняли, пока можно будет скрыть капот. Точнее. Вообще-то всё равно пусто. О, слай ещё нет. Это хорошо. На улице холод дикий. Ладно, не идти вот так. Надо сейчас повернуть более вправо, иначе её будет слишком далеко. Ну вот это как много бегать. Здесь пока что вдалеке. Я надеюсь. Он сейчас начнёт на меня бежать. Да ёпка ёпка. О чарах хренов. Ну и так проблем, по-моему. Ушёл бы ты отсидел. Надо передохнуть. Показан найдёт рог. Так, куда я пришёл? Я пришёл к воде. Это наполовину хорошо, наполовину плохо. Хорошо это потому, что значит я иду правильно. Плохо это потому, что просто плохо. Потому что я могу кипиться с корсу из-за этой воды. Там ещё что-то. Это кролик всего лишь. Надо всё ещё и идти туда. Это скорее всего не то место, да? А если это Томерс, это меня до тех порога. Я не уверен. Тут можно куда-то дальше пройти. Смертельный холод. Ну, ничего не поделаешь. Я не знаю, где-то есть место кому-то согреться. Кроме-то пока. Ну, если мы найдём переход на шоссе, что может произойти? Я просто пойду по шоссе. По шоссе там гораздо проще. Нет каких проблем. Серьёзно. Да, похоже, мы сейчас не там где-то должны быть. Тут мы идти дальше. Неудиви, кто уже где-то рядом. Он не оставит меня в покое. Здесь мы идём очень-очень далеко. Тут есть ещё одна река, да? Точнее, продолжение идти. И вот она уже приедет к нужному генопаду. Где-то вон там. И от него надо будет просто пройти направо. Это стало очень далеко. Мы будем где-то должны быть. На-ка. Но пока что всё хорошо на самом деле. Не знаю, то, что я потратил в пакет два. Дведи рядом нет. Значит, можно ненадолго расслабиться. Очень ненадолго. Вот это где-то там уже. Да-да. Что-то я уже припоминаю. Вот он, водопад. Справа от него должна быть пещера. Я в прошлый раз перепутал водопады, потому что тот первый. Вот сломанное дерево это тоже ориентир. Тут очень редко находишь сломанные деревья, а это прям показывает, что рядом есть перехода. Доблема в том, что видеть его немножко сложно. Я слышу, как ты где-то бежит. Мой-мой появляется всегда, когда я нахожу какое-то полезное место. И не оставляет меня в покое. Куда ты бежишь? Вот сука, а? Что за тварь-то такая? Он бежит прям туда, куда мне нужно. Вон он переход. Там 2-ти тут прям крево на твблерик. Внимайся наверх, а я потом буду спускаться и быстро бежать. Наверное, может успею. Надо чтобы у нас побольше усталости. подняться не сможет. Он пойдет вот так. Ты будешь бежать? О, блин, две стрелы торчат. Что это было? Ой, ущет. Ничего не поделаешь. Ужи быстрее. А я бит-бит-бит. Ох что-то испугался. Странно. Хорошо, что я болеутоляющие нашел. Чего-либо большие проблемы. Я боялся, конечно, что я что-нибудь смогу повредить тут. Странно, что он испугался. Наверное, это глюк из-за того, что такое поведение у животных, если они не могут до меня добраться, они меня пугаются. Я как бы попал на место, которое этот медведь не может пройти. Он просто взял испугался. А, вот только в какой-нибудь пещере со спичкой, что ли. Это просто издевательство. А, хотя можно уже ввести костер и попробовать пойти с этим. С головешкой. ну, гидайте, они наконец уже фонарь такой. Буду разводить костер. Заодно согреюсь. Хотя в пещере все равно тепло. Пациенты уже исчезли, так что значит я немного восстанавливаюсь. тепло идет в плюс. А все будет хорошо. Давай, давай. Да ты сделаешь. Как же сложно разводить костер, когда у тебя первый уровень намка. Тут за каждый костер не добавляют по одному проценту. Тут он больше такой 60-процентный пока я не повыше собственного уровня. Кстати, я не находил книги на разведение костра. Она где-то должна быть, но я ее ни разу не видел. Я находил книгу по рыбалке, находил книгу по снятию шкур, по стрельбе, по кулинарии. Не, по снятию шкур я тоже не находил. Но по костру вообще ни разу не видел. Даже примерно не представляю что это закнили. Литр скипяти. Думаю, получится. Надо, чтобы осталось всего 10 минут костра. Или чуть-чуть больше. Спать в пещере можно. Торопиться все равно, конечно, некуда. Поэтому лучше не вставать. Пойдем сейчас с головешкой. надеюсь, хватит, чтобы пройти всю пещеру. Вот здесь бы я упал без головешки. Точно упал бы. Как понимаете, это стало бы большой проблемой. Мало того, чтобы одежду порвал, так еще и здоровье потерял. Всякие вывеси и все такое. От них, конечно, можно с помощью сна отделаться. Еще один спальный мешок. Куда мне столько дерева. Наверное, зря собираю дерево и сам надо бы его поубрасывать. Ну, конечно, в идеале его надо бы посжигать. Какой сжигать? Вот дрова это ладно. Вообще, почему пришел кто-то в других? Вот как я говорил, в каждом тупике есть что-то. В этом тупике были дрова. Да-да, будет спать в пещере, раз ты так сильно устал. Где второй вход? В выход? Вот здесь? Хорошо. Нет, не тупик. Значит, сюда. Нет, тупик. Это что? А тут что? пусто. Ладно, не в каждом тупике что-то есть, поэтому абсолютно пусто. Головешка все еще работает. С шоколадкой. Больше без ничего. тупик. вот сюда здесь есть поленья и лоток. Так, мы сейчас придем таким образом на гэс. Можно пройти так. Я не знаю, сколько часов времени, пройдет пройдет достаточно времени. Можно попробовать пройти до самого собственно до самого гэс. Пойдем в безопасную зону, если так пройдем. Поднимемся наверх пройдем в безопасную зону там будет и наверное одежка получше и ты будет побольше и вообще там будет по-любому фонарь там есть в одном месте стопроцентно собственно у входа в верхнюю плотину там всегда есть фонарь там чувак с фонарем и со стрелами такое ощущение будто другой кто-то убил просто там всегда стрелы сломанные при этом не в нем что странно только стал стрелять дверь можно конечно на самом деле проанализировать любой труп понять как он умер все же тут просто замерзли кого-то придавило кто-то упал а кто-то вот так был расстрелян из лока наверное есть волки как бы они вроде не опасно можно использовать этот флайер этого мы найдем еще на кроликов можно охотиться заряжена 3 патрона осталось этого хватит конечно дальше-то бояться особо нечего загадочное озеро довольно легкое пока не забудиться сложно а даже если я заблужусь то я на что-нибудь там и вообще я лучше буду просто идти по железной дороге а потом в конце не будет тупик там просто пойду на правую толь скал выйдет сижу волков тут нет поэтому они вот здесь уходит поэтому 12 волка расстроить и спокойно там ходит значит не будет у вас цель на усталость для время-то еще только утром я хожу очень мало по времени большую часть времени просто сижу по домам вот что хорошо что у меня есть шприц это сильно поможет сейчас я покажу как можно вернуться на газ если вы случайно вышли в дверь а вы не знали что мы нельзя водичь и вообще скотт вполне себе неплохо жить можно поспеши все пройдет вот спокойненько по этому карнизу проходим тут есть труп оленя тоже постоянно кругляет меня удивило только одно если труп оленя который не появился хотя может он появился но просто испортится слишком сильно как веществ возможно как раз рядом с газ там тоже как бы есть стопроцентный труп однако почему то его не было моим прохождение не знаю почему можно слишком долго бродил и на бревенную гость пока когда уже труп не испортился и шкуры и кожи спорты с мясом может он просто не появится почему-то понятно что труп у людей появляется случайным образом всегда но чтоб трупы оленей не появлялись это странно мы сейчас находимся собственно то ли в нижней то ли в верхней я бы просмотрел части плотины а в следующей части есть волк с которым нужно будет подраться антисептика наконец а то брожусь бинтами без антисептика как так может пусто вообще пусто вещей не покажет единственное что тут есть это шар он там будет снизу чай нафиг чая ткань был бы бензин можно было бы фактически сделать обычные они же аналогичные вообще никак не отличаются только то что их можно сжигать не было не вы если ими трясти то они будут портиться а это не портится не только со временем . это большим конечно не будет не знаю почему перу лодочку ей можно шить но наборы шитья вроде цел так мне больше не нужно топ-доволенец еще хорошо не придется добить придется добить можно в одном единственном есть ботинки наконец достаточно плохие ботинки так это хоть что а то стены разрушены и они вообще были плохие так вот здесь есть шар здесь есть шар он тут всегда есть в этом я теперь уверен потому что сколько раз я уже ходил в подъезд и всегда видел этот шар так сейчас он встанет с концами и тут крыш 3 градуса так что замерзнуть там не получится не целых два спальных мешка почему нельзя укрыться сразу два мешка и получать двойной бонус по температуре было бы круто набрать себе мешков 5 спать спокойно где угодно как с этим не тогда не 5 тогда 3 просто мешок из медвежьей шкуры весит 3 килограмма но тепло в нем очень очень в общем там плюс 12 градусов по моему базово 3 полностью целых мешка в принципе так кончится сюда я не думаю сюда надо сразу идти к фонарю так обходим все это сейчас обследуем чуть позже так вот он выход нет это еще не выход вот он выход у тебя должен быть фонарь отлично кабачка так а где твои стрелы у тебя виситый септик вот страны стрелы нет на этот раз они тоже не всегда появляются значит тут по идее должна вот здесь стрела лежать поломанная и одна торчать где-то в двери кроме конечно не будет все равно дает задуматься тут была протасовка вот вот хорошо не знаю насколько но не знаю если смысл но мы уже как бы достаточно близко к выходу то есть выходы к прохождению испытания и как теперь но сейчас меня не особо не так подниматься наверх я не буду пока что а то со смертельной усталостью полка меня очень сильно погрязет я ему по любому могу проиграть с такой усталостью так все степло а кстати надо одеть ботинки шахт перчатки плохие они ботинки почти стопроцентные дают 1,7 тепло при стопроцентах будут давать два тепло 1 кафедра стойкости не самые плохие конечно но все еще все еще не очень в продюсении нам тут гораздо лучше ну как кратус на 1 наверно и там и там сейчас убьем волка с помощью ножа и контирного конечно с помощью обычного ну и разберемся с тем как и с чем мы пойдем на борт так легкое осталось с этим его можно завалить что ж давай где-то здесь так 1 пойдем показ по своим делам когда он заметит мое существование он решит на меня сразу побежать сверху может быть лежит мужик но может быть топливо так сильно бегать не стоит а по усталости уменьшится и опять 2 проблема может факелом еще не нажал что ж не самый плохой мужик самый хороший мужик лежал бы с ружьем но ружья в любом случае не будет . там всегда туда вот я не пойду долго слишком не по пути вижу там контейнер что-то еще там скорее всего нормальный факел как-то часто появляется здорово здорово говорю чё серьёзно он меня честно видит я дополня у него кровотечение почему я не могу одежду а почему не мог мне ошибку сделать зато я справился с волком не получив ни одного повреждения то есть еще вверх не побежал он побежал наверх хочу с ним еще раз сталкиваться он на меня нападет если я близко подойду ладно сходила наверх боится меня боится что его добью если он нападет на меня еще раз я его скорее всего остатки добью но он может мне сделать прощальный подарок поставить мне кровоточащую рану тут повязка нафиг это влом чинить я ничего не собираюсь и чинить особо нечего тут всего две вещи можно чинить фонарь и ножов а еще можно сами инструменты чинить с помощью которых ты появляешь что-нибудь чинишь я имею ввиду чинить с помощью металлол здарова пошел отсюда умирая где-нибудь там я все равно тебя отдирать не буду ты мне не нужен ты спокойно выйдет вот он просто ходит передо мной никакой реакции я даже с фонарем мы подхожу ему все равно как странно должен был хоть как-то на это реагировать и выбежать либо нападать так ну осматривайте наверное все не буду смысл там немного да и время тратить я могу использовать это да да надо будет выбрасывать всякую хрень раскрываем сейф так где-то 17 17 черт 6 17 потом 6 5 6 слишком быстро пробежал по одному 6 так вот один раз случайно пережмешь немножко все очень прям близки какие-то значения так он стух и чуть-чуть сбросил на 0 вроде перешел 17 18 5 11 10 11 о попреп она конечно но это все это пригодится как бы тень сейчас уже ночь сейчас уже ничего не починишь что с чем-нибудь бензин тратить просто так не ну я конечно знаю что тут в одном месте лучше побегать чтобы стать побольше странно больше там для исполнится канистры сейчас нет кажется меня вообще топливом обделили вообще никак никакого топлива вот есть варежки то есть где маленький банк и стопы не конец кофе кофе так хорошо конечно сейчас мы ничего больше не канистры не необычных баночек так шкаф тоже какие-то пустые было бы у меня тут можно поремонтировать до руками тоже хорошо спор 1 парку бы отремонтировать нафиг зачем дает набор для чистки ружья если ружьями патронов нигде нет а на поле зачем-то выдают есть фонарище только куда мне сливать то я боюсь что товарищ не будет сливать из одного фонаря в другой что было бы конечно очень полезно ему подавай что-нибудь какие-нибудь реверва для топлива ну надо построить все посмотрим чем тут богато это да стоит закрытый ящик шкафчик точнее ничем он не богат вообще ничем перчатки не теряюсь варежки перчатки мы бросаем не буду их разбирать слишком долго и поспим и пойдем отсюда давайте только сбросить все не нужно фонарь ну а знаете что я нет давай-ка ты вот этот фонарь снарядишь зажж зажж не знаю сколько его хватит надеюсь не хватит на то что отремонтировать допустим шар 30 минут хватит ли топлива на 30 минут вроде хватает сколько осталось о совсем немного потратилось я думаю будет больше ну на два часа вряд ли хватит блин не знаю что ты всю ткань потратил мне ткань вроде не потратил я не смотрю сколько было до этого но выглядит так что он ничего не потратил ну ладно ладно что ж тебе надо избавляться от чего-то ладно бросаем кожу так фигмер лон собираем на труд ну древесину все бросим если я буду разводить костер то один раз все нормально бросаем все нахрен бросаем и все равно ничем не заболею полючий оставить просим это 3 можно было быть все на самом деле так что там осталось вроде нормальная 8 часов спать надеюсь он не захочет пить ведь он по-любому захочет пить недостаточно сильный туман да ладно мне как бы некуда нет там не туман там буря только вот не буря буря это прям вообще не к месту реально буря буря еще какая что ж мы продолжаем чинить вещи мы продолжаем чинить куртку так мы ее довольно сильно починили 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 все подряд пока будет на уровне прошло да как раз сейчас поедим так я бы сварил кофе вот только надо и спускаться вниз я не хочу спускаться вниз слишком много долго если будем варить кофе то время на пути зайдем в каком-нибудь домик например на этот как его я думаю есть смысл было зайти теперь флайера можно безбожно тратить их довольно много нам даже придется чувак куда ты бежишь чего он так близко он реально мне даже выйти не дает прям перед перед гэс стоит надо чтобы чтобы он был подальше я конечно смогу сейчас спустить силу вниз и пройти потом подняться опять наверх но тратить например патроны я не хочу ты ушел? он ушел это хорошо но ушел он по любому недалеко тут сильный ветер а вот и мы бежим я не хочу заблудиться и в то же время я не хочу нарваться на медведи и в то же время я не хочу нарваться на медведи поэтому мы просто будем идти по железной дороге и мы просто будем жить флайерами все равно идти нам не так далеко как его будет да ну нахер пьетуй ты что издеваешься? так не надо зарядиться и тут же хорошо где он был? он какой-то снизу что-бы прибежал и почему-то он был на массу телепортнете что ли? вот одно дело когда он просто телепортируется из локации в локацию и когда я далеко ухо а другой когда он телепортируется куда-то прямо рядом со мной и при этом он уже готов на меня напасть еще одна бода хотя температура-то довольно плохая все на 10 градусов в принципе ветер такой не зря я наверное вещей ну конечно не зря она тут будут волки я думал я не буду не встречу волков за красных покров а будет на самом деле берегу ну че не поделаешь будем отдыхать пока мы за нами волков ходятся я не знаю что это рядом вот они красный вагон и у них бродит всегда волк ну почти всегда бывает рано утром приходишь к красным вагонам а тут никого нет можно спокойно обыскать все что есть арене там есть аптечка варк по зале тоже поябли я думаю взял да вот везет два аж шоу махи аж шоу махи Они ведь опасны. Все равно ко мне не подойдешь. Но ты будешь походить слишком близко, будет ярко. Блин, такой ветер, все равно есть 4 градуса. Это все загадочное озеро. На нем самая высокая, наверное. А ты устала стараться быть зря. Он слишком близко подходит, мне это не нравится. А вон милит бежит. Отвали! Сейчас мы видим, будет проблематичнее. Его так близко подпускать нельзя. Убежал. Они что вдвоем решили на меня напасть? Чему Волк не боится негатива? Что, кооперировать решили? И оба ушли. Нет, когда Волк все еще бежит. Что за хрень? Почему Волк так не хочет отстать? Ладно, ладно. Буду устанавливаться. Просто идем сразу туда пломом. Но ведь почему-то стал ко мне бежать. Я что могу готовить напрямик пройти, но и боюсь заблудиться. Теперь тут спрятаться и кофе свалить. В крайней куче у меня есть шприц. Он всего один, но он не ест. Один шприц, который мне не дали, больше ничего. Сколько за временем уже прошло? Сколько я в тете как шалил? Ни одну шприца. Больше не было. Печально. Этот флайер надо бы бросить. И запустить следующий. Мне теперь их вообще допидел. Еще больше стал, чем дали. Так, мишка, мишка. Ходов ты проиграл. Теперь тебе нужно не пугать. У меня есть целых два патрона. Пакетных ракетных. У меня есть целых пять флайеров. Включая вот эти флайеры. А и те осталось 100, а все не было. Ой, бежусь, бежусь. Бежусь, бежусь, бежусь. Я знаю, клею паттерна. Ты по-любому встанешь перед нами на дагой. Только после этого стоит тебя бояться. Блин. Такое появляется ощущение просто, что он не будет вставать на дагой и сразу нападет. В этот момент я сразу нажимаю на кнопку 2 и беру грёбаный пакетный пистолет. И всё. И это уже плохо. Всё равно он меня пугает. Даже если знаю, что можно легко пойти. Ну, если он на меня нападёт, то я просто использую шприц и забегу. Вообще можно использовать шприц прямо сейчас, но нет. Когда он точно за мной побежит. А вот и дом. Я уже там. Он перестал за мной пизжать. Что странно. Ну всё, пошёл по меня. Я уже в цели, так что... Можешь пойти туда подальше. Ну, зверолома. Прощай. Моли. Прощай в любом случае. Что я тебе ждать буду. И... Я буду сейчас первым. Ваше время 3 дня, 4 часа, 51 минуты. Интересно, если бы я... Вообще от этих застамовки бежал. Успел бы я быстрее. Ну, не знаю. В любом случае, это лучший результат, на который я даже не рассчитывал. Я думал, я хоть дней 5 буду бегать от него. Что ж. Старые испытания я прошёл. И показал вам. Остались только новые. Белая мгла и кочевник. На самом деле, касательно кочевника, мне кажется, это будет долгое испытание. Очень долгое. 3 дня в 15 особых местах. Это минимум 45 дней. А на переходы потратится ещё дней 5. В лучшем случае, будет 50 дней прохождения этого испытания. А сложность минимальная. Ну, тут нет никаких сроков, по сути. Можно покрыть его хоть все 100 дней. Хоть все 200. Ну, а белая мгла... Ну, тут будут бури. Очень много бурь. Вот опять же, в следующий раз. Сейчас мы прошли добычу. Показали, мы видели, кто здесь главный. И на этом и заканчиваем. Ну, всем спасибо за просмотр. До свидания.